Приветствую вас. Ввиду интимного характера вопроса, я не буду его засчитывать целиком, просто скажу, что это проблема в интимном сфере. Вот, такая достаточно специфическая проблема. Вот, и, соответственно, касается она ощущений, а точнее их пропаж, пропажа ощущений. То есть, физиологически все адекватно, вот, физиологически все хорошо по словам остальных вопросов, но вот ощущения как бы снизились. Значит, ну, я хочу сказать своей стороны, что во многом, во многом, мы связываем, вот, наши, так скажем, чувства, наши ощущения, вот, во многом, мы связываем это с тем, насколько мы расслаблены, насколько мы свободны в своих, так скажем, проявлениях, насколько мы чувствуем себя в безопасности, как-то комфортно, насколько мы чувствуем себя целостно. Вот. Мы связываем это в психологии, по крайней мере, не в сексологии, именно с этим. То есть, отсутствие влечения, да, может быть связано с наличием тревожности, тревожности, стресса, агрессии, злости, фрустрации, страха. То есть, чем больше таких вот, если можно так выразиться, рэкетных чувств, да, чем больше вот таких, таких, если можно так выразиться, негативных, значит, эмоций, да, негативных переживаний, вот, чем этого всего больше, больше тем, соответственно, эм, человеку, эм, срочнее, эм, в этом, в этом смысле, эм, чувствовать, ну, удовольствие, срочение, эм, что различные чувства, эм, блокируются, вот, или становятся, эм, ну, более смазанными, вот. Эм, тесно это связано с, эм, отношениями, то есть, эм, с тем, как, эм, я чувствую себя в отношениях с, эм, со своим, эм, партнером, то есть, если я чувствую себя, эм, в отношениях со своим партнером, эм, эм, хорошо, если я чувствую себя в отношениях со своим партнером, эм, эм, своим партнером, эм, На своем месте я чувствую себя комфортно, если моя позиция в отношениях с ним меня устраивает. У меня нет какого-то превозмогания, если у меня нет какой-то жертвенности, если у меня нет какого-то пересиливания себя, то есть если этого ничего нет, то скорее всего ощущения мои будут в целом приятны. И наоборот, если что-то такое присутствует, если что-то такое имеет место быть, если что-то такое есть, то есть есть какая-то тревожность, есть какие-то вот такие пенденции, скажем так, несколько вот негативные, то это соответственно приводит к тому, что я страдаю, это приводит к тому, что я чувствую себя нехорошо, это приводит к тому, что я чувствую себя, ну вот, условно говоря, не в своей порядке. Поэтому нужно смотреть в целом, насколько вы комфортно размещены. в отношениях с ним, я имею ввиду, в отношениях со своим молодым человеком, вот. и насколько вы комфортно размещены с собой, да, насколько вам хорошо, удобно, комфортно с самой собой. Вот. Если хорошо и удобно, если хорошо и комфортно, то, вероятно, проблема заключается чисто в физиологии, да. То есть как бы, ну, мы не выступаем относительно за то, что все проблемы, как бы, от психологии. Понятно, что бывают разные ситуации, понятно, что бывают разные истории, понятно, что бывают разные даже организмы. Человеческие организмы. Человеческие организмы. Человеческие организмы, плана разными. Вот. И, в целом, хоть и есть какая-то, какая-то такая, ну, ну, есть вероятность того, что у вас проблема, ваша проблема, ваша проблема является психологической, да, есть, ну, какие-то основания, да, для того, чтобы полагать это. Все же, я думаю, что при, вот, как раз, тех условиях, которые я назвал, вот, то есть при условиях того, что вы себя чувствуете хорошо, при условиях, что вы себя ощущаете молодым человеком свободно, при условиях, что у вас нет никаких, например, там, не знаю, недомовок, да, при условиях, что у вас нет никаких конфликтов, вот, и так далее. Ну, вот, в этом случае, скорее всего, дело в физике. Вот. И обращать, соответственно, ваше внимание нужно, в первую очередь, на физиологию. На физиологию. Вот. 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 Как мне видится, по крайней мере, с точки зрения психотерапии и с точки зрения моего опыта. Ввиду того, что, ну, по крайней мере, я как-то вот почувствовал образ исходящего. Некоторую напряженность. Вот. То есть я чувствую, как вот, вы напряжены. Ощущаю, как вы напряжены, как будто бы. Я думаю, что в какой-то момент, возможно, вы стали стремиться к контролю. То есть вы стали стремиться контролировать то, что в вашей жизни происходит. И пропала возможность как-то отдаваться, что ли, тем чувствам, ну, вашим, тем вашим чувствам, которые у вас есть. То есть, ну, пропала вот эта возможность была. Если это так, то нужно поработать со всем, да? Нужно поработать в первую очередь со страхом. Вот. То есть, ну, с вашими страхами нужно поработать. Нужно поработать с вашей удовлетворенностью и, возможно, с некоторыми такими негативными убеждениями, которые, которые, вероятно, вероятнее всего у вас имеются. Вот. Ну, опять же, это больше из области такой, знаете, предположения. Вот. Сейчас это больше история про предположения, да? Это больше, это не история про то, что я вот сейчас 100% уверенства и права. Вот. Поэтому подумайте, я полагаю, что вы сами знаете, ну, в глубине души. Я в глубине души уверен, что вы сами знаете приблизительную, примерную характеристику вашего состояния. Вот. И я думаю, что вы знаете о том, ну, как это состояние образовывалось. Вот. Вам просто нужно выбрать, как мне думается, то, к какому специалисту. Специалисту, да, вы обратитесь. То есть, ну, с помощью кого вы, ну, хотели бы заручиться. Вот. Кто это будет? Какой это будет специалист? Вот. Вот. И я думаю, что вам, вам будет проще, спокойнее, комфортнее, приятнее, если ваш партнер будет с вами. То есть, ну, если он не будет, не будет вас оставляться одной, если вы будете с ним. Вот. Вот. Такой ответ. На этом надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, по поводу вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.